Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Бойцы клуба, менеджеры первого звена, руководители банков, предприятий и их замы. Чтобы публично подраться, они ежемесячно платят с третьим по полторы тысячи долларов. Драки здесь больше похожи на боксерский поединок. Бойцовский клуб «Лайт». Бой идет две минуты, всего три раунда. Поединок заканчивается, когда один из бойцов говорит «стоп» или отключается. Нельзя наносить удары ниже пояса по почкам. Нельзя кусать соперника. Перед боем обязательно взвешивание. На бой можно выйти только с противником из своей весовой группы. Перчатки весят 16 унций. Они больше и мягче обычных. Игроки берегут себя. Больше всего берегут лицо. На завтра бойцам нужно идти в офис, встречаться с людьми. Если шлем и перчатки не помогают, стандартная отговорка – упал с лестницы. На ринге бизнесмены сбрасывают стресс и преодолевают свои самые страшные кошмары. Например, о разорении или убийстве. И здесь отражать удар нужно самому. Охранники скандируют вместе с болельщиками. Владимир Переверзин. До недавнего времени заместитель директора крупного банка. Спокойная, обеспеченная жизнь. Стандартный набор развлечений. Казино, гольф по выходным, скачки. Настал момент, когда все это наскучило. На ринг Владимир выходит раз в неделю. Все мы когда-то хотели быть космонавтами, спортсменами, олимпийскими чемпионами. Возможно, я в детстве хотел стать чемпионом мира по боксу. В первое время Владимир скрывал свое увлечение. Ходил в клуб по выходным, говорил на деловую встречу. Поначалу так поступают практически все. Женам говорят, что уезжают в командировку, а сами на ринг. И драться, драться, драться. Бойцовский клуб влияет на бизнес. Владимир оставил работу заместителя и открыл собственное дело. Теперь он директор крупной нефтяной компании. Многие очень неоднозначно реагируют на мое участие. Кто-то считает, кто-то восхищается, кто-то недоумевает, кто-то считает, что крыша поехала. Поэтому сколько людей, столько и мнений. Вместо ринга спортзал. Вместо дорогой формы. Это обычный тренировочный костюм. Это тоже бойцовский клуб. Клуб может вступить каждый желающий и вызвать на бой любого. Здесь одна весовая категория. Абсолютная. Николай приходит в клуб каждый выходной. Под мирной внешностью скрываются повадки уличного хулигана. До того, как попал в клуб, дрался как минимум раз в неделю. В метро, на улице, иногда на работе. Драка стала для него хобби. Такая репутация здесь практически у всех. Регулярно. Я не ожидал, что дрался. Регулярно дрался. Я не помню первого своего боя. Это в школе было очень давно. Ну и потом в институте и на улице. Потому что живем в таком городе, особенно в Москве, это происходит очень часто. Спокойно подраться можно здесь. Реально спокойно подраться. Часто бойцы среднего телосложения вызывают набой тяжеловесов. С ними бороться интереснее всего. Правила практически отсутствуют. Только руками, руками и ногами. С борьбой, с удушающими, с болевыми. Либо без правил вообще. Единственное, что у нас не делают, это проникающие на глаза. Удары за отылок тяжелые. Партери не делаем. Ну вот, в принципе, все. В пах у нас можно бить. В голову у нас можно бить. То есть коленями, локтями, головой можно бить. Ну, не бьют, может, в горло не бьют. То, что травмирует человека. Не ломают пальцы. Остальное все можно бить. Раз в месяц с обычным драком бойцы предпочитают кулачные бои. Стенка на стенку или драки с ножами. Это интересней и опасней. Иногда в качестве тренировки бойцы по взаимной договоренности душат друг друга. Цель – отодвинуть болевой порог. Научиться сопротивляться до последнего. Иди, иди! 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 Пошел, пошел, пошел! Иди! Иди! Иди, иди, иди! Иди! В уличных клубах встречаются незнакомые люди. Просто выброс адреналина. Ничего личного. В элитных круг участников ограничен. Неприятности начинаются, когда встречаются конкуренты по бизнесу. В одном из клубов участники заключили пари. Кто победит в бою, тот выиграет земельную тяжбу. Драка закончилась на второй минуте. За жестокость оба бойца были удалены с ринга. Аплодисменты по городу. Редактор субтитров А.Семкин А.Кулакова Продолжение следует...